Так, и Матвей. Почему Кремль не продлевает договор с Татарстаном? Кремль фактически на месте Российской Федерации уже создал унитарное государство, жестко управляемое, отменены выборы глав регионов и делается все возможное для укрепления этого унитарного государства, для предотвращения конкуренции в регионах политических сил, политических элит. Вот. Кремль будет делать все возможное для того, чтобы договор с Татарстаном, где сильные настроения, такие свободолюбие среди элит, чтобы эти настроения не поддерживались. Во всяком случае, чтобы гражданам Татарстана было в той или иной степени сообщено о том, что они не могут претендовать на то, на что претендовали в ельцинские времена, на реальный федеративный договор. Для России, конечно, это механизм выживания федерации. Это способ конкуренции политической, экономической и механизм выживания государства. Потому что вот в этой унитарной форме государство выживает только в случае распределения, централизованного распределения ресурсов, что было естественным и возможным при высоких ценах на нефть. А теперь, ну, просто невозможно элитам приходится выбирать, вот в Татарстане в частности, проявлять лояльность по отношению к центру, или решать собственные проблемы с собственными гражданами, пенсионерами, социальные проблемы. Пока Кремлю удается это сдерживать, но в тот момент, когда Кремль в силу разных причин, а это произойдет, безусловно, будет слабее, Татарстан, это одно из первых государств на территории бывшей России, которое в той или иной степени образуется вне зависимости от того, кто из охранников Путина в этот момент будет назначен в качестве президента Татарстана. Слишком много локальных вот этих местных интересов. Я думаю, что все будет очень похоже на то, что происходило со странами Балтии, которые заявляли сначала о необходимости хозрасчета. Это такой эвшемизм был. Позвольте нам, на основе хозрасчета самостоятельно регулировать собственную экономику, а потом достал вопрос о независимости. Это произойдет уже, в этом нет никаких сомнений. Вопрос в том, когда это произойдет, ну и в какой форме. И это будет спасением для тех, кто живет в Татарстане, для экономики Татарстана. Как это произойдет, я не знаю и когда. Но нынешнее состояние экономики и политической системы России говорит о том, что это произойдет обязательно. Продолжение следует...